приветствую вас друзья сегодня мы вам покажем частичку нашей испании глазами людей которые приехали сюда отдыхать также подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и мы с удовольствием будем вам показывать все больше и больше в испании мне в принципе понравилось все кроме жары то есть в июле здесь очевидно очень жарко у вас я еще такое животное не привыкшие к жаре к высоким температурам конечно очень душно на парковках душно а кстати это и второй момент который не понравился то что отсутствует отсутствуют парковки в остальном замечательная страна замечательная ласковое море климат мы здесь пробыли чуть больше двух недель у нас было только два витренных дня спокойное ласковое море вкусная еда люди здороваются что понравилось также не сдать не знакомцы здороваются друг с другом все ула 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 здорово то есть говорит о то вежливости людей мы не были так сказать в ресторанах высокой кухни ну были конечно цены высокие это тоже негативный фактор до чтобы в среднем на нашу большую семью уходило порядка от 80 до 110 евро чтобы покушать ну это конечно с алкоголем вот поэтому мы были всего пару-тройку раз то что разнообразная природа здесь да здорово то что можно найти пляжи себе по вкусу можно эти пляжи с волнорезами с камнями с галькой можно эти пляжи с с песком с гладким пологим входом который был бы удобен для детей в больших городах не были в так валиканты в один раз заехали но очень на пляж сан-хосе по-моему на пляжи сан-хосе если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь там не могли найти парковку очень долго то есть я высадил своих вот так что расскажите вот где мы находимся что-нибудь об этом городке что знаете я об этом городке ничего не знаю совершенно мы даже жили в принципе не здесь до параису это не совсем же вилла хуйоса это только конец ну да да окей не что мне здесь нравится так этот вот это отсутствие скученности отсутствие скученности народу не так много как валиканта и трафик не такой да мы были на шоколадной фабрике здесь до музей школ походили дети вы вам понравилось шоколадную фабрику вот что еще сказать ну конечно здесь такая пляжная линия интересная разноцветные домики так не мешайте мама расскажи что понравилось тебе в испании море присядь пожалуйста сюда на секундочку вот сюда вот сюда великолепное море утром один свет днем второй вечер вообще тёмно тёплая просто восхищение вызывает но я даже не знаю что сказать мне все здесь нравится а еда тебе понравилось еда еда погода ну погода замечательная все время тепло все время тепло один раз последнего день мы уезжали появился ветер ну и то в общем то вообще конечно что хотелось бы сказать что вот вот это вот я не знаю как называется провинция валенсия да это или провинции аликанты мне просто казалось что аликанты под валенсии или нет или это отдельный совсем провинции аликанты но здесь коммунитет валенсия а валенсия на коммунитет все ну я понял откуда эта путаница смысл в том что здесь в округе очень много разных тематических парков интересных тут можно сходить в не в несколько аквариумов несколько amusement парков далее болт дисней можно сходить там в несколько аквапарков нужно сходить несколько зоопарков и все друг от друга я не знаю 10-15 минут езды то есть для детей здесь просто чудо из чудес мы были на день рождения дочери пошли в аквапарк провели там девять часов с ума просто эти сами не понимаем как вообще мы на такое решились и когда уходили еще там кричал и можно еще раз да и когда уходили дети были дети все все еще хотели еще разочек еще разочек еще разочек но он взрослый уже сил не оставалось никаких вот красота какая каждый дом сад вот квартира вот эти забор ну не забор архитектура нет не архитектуру но дома конечно тоже великолепно мне нравится не до матраса такие никак украшен цветом каждая дерево букет до городок уникальным тем что все дома разноцветные это ихняя фишка и хайосы что они фасады красят каждый себе в другой цвет и это все узнают одна фотография и все знают что все это приехали кальпо например это там то гора есть алтая купола синие там церкви ну ладно я пойду что еще что еще понравилось это то что люди здесь умеют отдыхать во время обеда да то есть есть такое понятие называется сиеста из двух до пяти магазины не работают и еще мне здесь понравилось очень вино и вот так много и такой нет дорогой за 2 евро можно купить бутылочку хорошего да какое здесь а шампанское недорогое илюш ты скажешь пару слов чуть и понравилось мне больше понравилось во фарфе меня мне понравились и рестораны и пляжи до пляжи классные еще вон тебе еще что понравилось я думаю мне понравилось есть что не понравилось скажи вот что так не понравилось что из-за этого больше никогда сюда не приедешь пляж с камнями под водой да не понравилось а мне казалось что он тебе наоборот понравился ты же там строил замок подводный они этот пляж короче ему не понравился пляж бенидорм там камни под водой он называет пляж бенидорм пола ну смартфон ну смартфон но смартфон еду нас но наладу но так таки так и так и и и в еще расскажи. А что не понравилось? Я знаю, что тебе не понравилась жара, да? Да, мне не понравилось. Я летела на самолете, а у меня было жарко. Ну, на самолете-то, это же Испания не виновата в том, что на самолете жарко, правильно? Да. Нет, то, что в Испании тебе не понравилось. В Испании мне не понравилось... А чей-то кто? А почему-то полосочка такая. Мам, папа, почему такая полосочка? Не знаю. Мне понравилось, как разрушились дома. Разрушенные дома не понравилось? Да. А где они? Я видела один какой-то замок рядом с остановкой поезда. Рядом с остановкой поезда. А, это, наверное, здесь, в Вилла Хуйосе. Ну да, ну тут, да, какие-то разрушаются дома, какие-то недостроенные еще. А мороженое. Спасибо. А, нет, нет, нет. 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 Нет, нет. 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 Нет, нет. 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 за испанию учебнемся за то чтобы вернуться сюда еще раз да за то чтобы это был не последний раз да алкоголь здесь очень понравился недорогой у нас норвегия самая дешевая бутылка шампанского аляка или там игристого кого-то вина кава это минимум 10 евро минимум это самое дешевое самое дешевое вино 90 крон 100 крон да это 9 10 евро самый дешевый оболочная бутылка 075 более-менее такое приличное это 15 евро 150 крон ну мы уже вышли из того возраста когда нам требовать много алкоголь здесь мы вы наслаждались шампанским до жалко выезжать до интересно какая здесь погода осенью зимой весной понятно что мы наверное купаться в море никто не купается но снега жене чё илюш еще про испании может сказать больше ничего не но сказал про взрослые дома молодец настя а ты скажи что понравилось тебе в испании здесь больше всего что я повторю в аквапарке так а еще что тебе понравилось не в аквапарке вообще в испании да да дельфины лодки катали да и котики очень понравились да а в море тебе купаться понравилось но там же не будет такого замечательного моря все равно хочешь накупалась потому что родители таскают два раза в день на пляж до обеда потом домой перерыв и после обеда михаил начал качать горизонтальной плоскости головой что делают эти родители мы ездили в аликанты на пляж он такой же как этот только гораздо плотнее то есть шире но он там не понравилось то что мы не могли там припарковаться были в бенедорме на шоколадной фабрики в аквапарке за в этом в мундамаре это не зоопарк это аквариум это в аквариуме да да я на самом деле не знаю скорее аквариум же да нежели но мундамар это мировой морешь переводится да это не заработать не зоопарк же вроде кормили морских котиков да вот еще под кондиционером дома после жаркого дня тоже хорошо да не выключающимся потому что у меня утром холодно утром даже холодно было что еще сказать так но где мы где мы еще были мы больше на нигде не были до сходили в 2-3 неплохих ресторана здесь в этот в отеле в ресторан так мы не добрались до него вот а ну ездили в аутлет один раз то здесь как бы хорошо тоже шопится я так понимаю что здесь цены дешевле чем в норвегии например ниже забыли в аутлете были в этом коммерциал-центр фенестрати да 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 это они же нам порекомендовали вот и все что бабушку мне сейчас нужно десяти вести в аэропорт ну не прям сейчас в дик 10 где к десяти то есть мы выйдем где-то что 8 пол девятого поэтому на этой ноте давайте наверное попрощаемся если конечно никто больше не хочет ничего добавить надо получать зарплату в евро золотые слова показать что дом у нас прыхают нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В следующих выпусках Субтитры создавал DimaTorzok